Московский комсомолец, советская и российская газета. Это общественно-политическое издание распространяется во всех 85 субъектах Российской Федерации. В странах СНГ, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Слоган газеты – актуальность и достоверность. Не лозунг, а принцип существования. У журналистов МК уже давно существует такая традиция – ездить по городам и общаться со своими читателями. На этот раз они не обошли стороной и наш город, хотя последний визит в Одинцово был достаточно давно – 10 лет назад. Это такая добрая традиция, которая издревле существует в газете «Московский комсомолец». Мы всегда хотим, и для нас это очень важно, посмотреть в глаза своим читателям. И поэтому мы собираем, сколачиваем такую концертную бригаду, которая состоит из замечательных артистов и наших журналистов. Мы приезжаем в различные города Московской области, конечно, не каждый день и не каждую неделю, но раз в месяц обязательно, а то и два. Я помню благодарные глаза, очень хорошую аудиторию Одинцовскую, и мы с удовольствием приехали к вам еще раз. Открывая встречу, первый заместитель главного редактора Петр Спектр представил своих коллег и начал с того, что власть их не любит по понятной причине – они пишут правду. Как у любой газеты с активной гражданской позиции, у московского комсомольца есть как преданные читатели, так и недоброжелательные критики. Несмотря на это, а быть может именно благодаря этому, газета уже многие годы остается одной из самых читаемых. К коллективу газеты присоединились звезды эстрады, театра и спорта. Певец Сергей Вертинский, поэт Александр Вулых, народный артист Владимир Девятов и фолк-группа «Ярмарка», поп-группа «Стрелки» и популярный исполнитель проекта «Голос» Данте. Во время встречи можно было оформить льготную подписку на второе полугодие 2016 года. На устном выпуске газеты МК журналисты отвечали на вопросы жителей. Задавали они их в письменной форме. Читатели интересовали различные темы. Например, как журналисты издания относятся к признанию законным употребление бранных слов на сценах культурных учреждений. Почему в последнее время в печати нет публикаций Александра Минкина. В связи с чем однажды не вышел субботний номер газеты без предварительного предупреждения. Ответы на эти и многие другие вопросы читатели получали между выступлениями приглашенных звезд. Авторы самых интересных вопросов получили подарки и памятные сувениры от редакции. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».